Саляму алейкум, рахматуллах и варакятух, бисмиллях, альхамдулиллях, вассаляту, вассаляму аля расулиллях. Сегодня мы завершили первый день поста. Пусть Аллах примет наши посты, пусть Аллах простит нам наши грехи и даст нам тауфик, возможность поститься в остальных днях и, иншаллах, выстаивать ночные намазы. И пусть Аллах даст нам тауфик, совершать такие дела, которые будут причиной того, что Аллах простит нам наши грехи. Когда мы говорим «месяц Рамадан», Рамадан, несомненно, во главе всего мы вспоминаем книгу Аллаха, Кур'ан, ибо Рамадан – это есть месяц Кур'ана. Мы знаем, что когда Всевышний описывает нам в Сурату-ль-Бакара месяц Рамадан, Аллах говорит «шахру Рамадан», то есть месяц Рамадан, и сразу же Аллах, описывая этот месяц, говорит «унзиля фихил Кур'ан». В этот месяц был ниспослан Коран. На самом деле, Субхан Аллах, этот благословенный месяц – это месяц Кур'ана. И месяц, когда был ниспослан Кур'ан, он оказался самым лучшим месяцем из всех 12 месяцев в году. Пророк, до которого тоже были пророки, так ведь? Если взять имена пророков в Кур'ане, их больше 20-25. Но мы с вами знаем, что количество пророков никак не ограничивается этими цифрами. И ученые говорят, что на этой земле были около 124 тысяч пророков. И имена многих даже пророк Сауссалям не знал. Об этом есть и аят в Кур'ане. Но тот пророк, который принял на себя вот эту тяжелейшую ношу, последнее послание Аллаха, Кур'ан, он оказался самым лучшим пророком. Он не только лучший из пророков, из людей, он лучший из всех творений Аллаха. Ибо степень нашего пророка выше, чем степень ангелов, чем Джибрииля, Микаиля, Исрафиля. Степень пророка Мухаммада, салюлла ла и салюлла, выше, чем степень Арша, по сравнению с которым небеса и земли, они даже по сравнению с Курсием, который меньше Арша, вся Вселенная это как маленькое колечко, как в хадисе говорится, которое бросили посередине пустыни. Вот это огромная Сахара, пустыня, это Курси. И если сравнить Курси с Аршем, то Курси это колечко, а Арш это трон Аллаха, это Сахара. Поэтому пророк, салюлла салям, он выше степенью, чем Арш Милостивого. И те места, которых Аллах избрал для неспосылания Кур'ана, эти места, эти города, они стали самыми лучшими местами на этой земле. То есть пусть это будет Мекка, пусть это будет Медина, так ведь? Один ракарат, два ракарата намаза, такого же намаза, который мы совершаем там, в Мекке, в заповедных местах, стоит как 200 тысяч ракаратов, которые мы совершаем здесь. Чтобы совершить 200 тысяч ракаратов, это сколько жизни нам нужно, потребуется, так ведь? Поэтому вот те города, те места, где был неспослан Кур'ан, это самые великие, самые святые места. Даже то время, та эпоха, которую Аллах выбрал для неспосылания Кур'ана, мы знаем, это самое лучшее время. Это самое благословенное время. И те поколения, которые встали в очередь, чтобы получить воспитание Кур'ана, то есть выстроили студентами, учениками в школу Кур'ана, где пророк, саллиллаху Алисалям, учил людей Кур'ану, это оказалось самым лучшим поколением в истории человечества. То есть лучше них не было ни до них, и не будет после них. Это самые лучшие поколения, Поэтому посланник Аллаха сказал, что самые лучшие поколения это мое поколение, а потом уже дальше, потом следующие, потом следующие. Чем дальше, тем хуже. Так ведь? Поэтому лучше сподвижников быть не может. Они самые лучшие. Они самые лучшие. И Умар Ибн Хаттаб, по-моему, сказал, или сын Умара, Абдулла Ибн Умара, недавно это мы на лекции проходили, эти слова вспоминали. Он сказал, что никогда не броните, никогда не ругайте сподвижников Мухаммада, ибо никто из вас даже за всю свою жизнь не сможет сделать столько, сколько они сделали за час своей жизни. За один час. То есть за один час они смогли сделать столько, сколько мы, то есть последующие поколения, не сможем сделать даже за всю нашу жизнь. Вот поэтому, давайте подытожим, да? Месяц Кур'ана. Это самый лучший месяц Кур'ана. Даже последние десять ночей, именно там, в этих ночах был не спослал Кур'ан. Это самая лучшая ночь в течение года. Лейля Туль-Кадр. Ночь предопределения, когда Всевышний не спослал Кур'ан или начал посылать Кур'ан, потому что мы знаем, два раза Кур'ан посылался, так ведь, на эту землю. Это самая лучшая ночь, которая стоит, которая лучше, чем, а? Мин альфи шахр. Мин альфи шахр, то есть Аллах сказал, эта ночь лучше, чем тысячи месяцев, более восьмидесяти лет. Поэтому лучший месяц, лучшие ночи, лучшая ночь, лучший пророк, лучшие создания, которые пришел к нам с Кур'аном, лучшие сподвижники, лучшие поколения, которые приняли на себя эту книгу, лучшие города, лучшие места, самые святые места. Так ведь, и умма Кур'ана является самой лучшей уммой тоже в истории человечества. Хотя нас, может быть, по сравнению с другими уммами не так много, но потому что на самом деле народов было очень много, очень много. Если всех взять, собрать, да, наша умма самая большая умма, как в хадисе говорится, но на самом деле общин было очень много, народов было очень много. И пророк сказал, наша умма, если сравнить со всеми уммами, это один волосок на спине быка с темными волосами. Или же один белый волосок, или же один темный волосок на спине быка со светлыми волосами. Мы, вот один волосок мы. Но, несмотря на это, пророк сказал, вы будете составлять четверть, одну четвертую часть обладателей рая. Потом сподвижники сказали, Аллаху Акбар, они обрадовались. Потом сказал, я надеюсь, что у вас будет треть, вы будете составлять одну третью часть. То есть, каждый третий в раю будет из уммы пророку. Потом он сказал, я надеюсь, что у вас будет половина всех обладателей рая. Поэтому тот баракет, который мы имеем с вами, умма пророка Мухаммада и умма Хур'ана, такого баракета ни у кого больше не было. Ни у кого больше не было. И поэтому, конечно, мы должны ценить это, конечно же, мы должны нести вот это знамя, знамя уммы Хур'ана. Так ведь? И месяц Рамадан, месяц Корана, Аллах нам создает особые условия. То есть, те шайтаны и джинны, которые стараются нас отвлечь от Хур'ана, Аллах тагаля, их всех держит в заточении. Аллах дает баракет, аль-хамдулиллях. Даже вот сегодня мы с вами увидели, что даже очень много времени мы, оказывается, уделяем еде и питью. Так ведь? Принятие еды, оказывается, и кушать не надо, аль-хамдулиллях, даже обедать не надо, столько баракета. Можно книгу, Кур'ан почитать. Так ведь? Вот. Поэтому Аллах дает нам прекрасные условия. Создает нам условия для того, чтобы мы в этот великий месяц обновили свои отношения. Чтобы мы улучшили, исправили свои отношения с книгой Аллаха, то есть с Кур'ана. Это очень важно. Это очень важно. И если посмотреть, субханаллах, отношения, отношения праведных предшественников к книге Аллаха, да, если почитать, как сподвижники читали книгу Аллаха, даже учитывая тот факт, что у них на самом деле большая часть жизни у многих сподвижников на руках не было Кур'ана, мусхаха. Потому что мусхах, он еще не был собран. У них не было таких сегодняшних условий, книг, да, там с большим шрифтом, с маленьким, так мне арабский не нравится, мне татарский шрифт, ну, этот казан басмасан давайте, да. То есть мне надо там с правилами таджвида надо и так далее, и так далее. Мне надо там, этот, с желтыми страницами надо, нет, мне с белыми надо, а нет, мне с телефона попроще, да. У нас, субханаллах, такой выбор сегодня мусхахов, да. А у сподвижников они писали на стенах, на листочках, на листьях, на камнях писали, и они вот так учили Кур'ан. Они так учили Кур'ан, так ведь? Поэтому, если посмотреть, почитать, сколько времени, сколько внимания уделяли сподвижники, таби, гыны, ученые, то иногда задаешься вопросом, где они и где мы? И кто мы среди них? Где мы среди них? Нас там нет. Нас там нет. И вот наша проблема, мы видим вокруг нас слабых людей, таких же, как мы, может быть, даже слабее нас, да. Мы смотрим на них, сколько они делают, сколько они читают, сколько они там знаний берут, да. И мы начинаем себя успокаивать. Так вот же, кто-то вообще Кур'ан не читает. Так вот у меня брат есть, он вообще буквы не знает. Мы на них смотрим и успокаиваемся. Так я же иногда еще Кур'ан читаю, там, по пятницам, да. Или, например, если среди нас кто-то себе поставит, ставит себе цель за месяц или за первые 27 ночей, иншаллах, прочитать до конца, хатов сделать, да, машаллах, это великая цель. Да, но это великая цель, да, на самом деле великая цель, пусть Аллах нам поможет, пусть Аллах примет. Но это успокаивает нас, когда мы сравниваем себя с теми, кого мы имеем рядом. Так ведь? Сегодняшнее положение мусульман. А если посмотреть самых лучших членов этой уммы, то мы задаемся вопросом, а кто мы среди них? Там нас нет. Там нас не видно даже на горизонте. Вот давайте я хочу прочитать несколько абзацев сегодня, завтра из книги замечательного, величайшего ученого, имам Мухайдин Абу Закария Аль-Навауэй. То есть это человек, который написал ряд величайших трудов, величайших книг, которым Аллах дал баракат, потому что несмотря на то, что годы идут, меняются века, меняются поколения, но спрос на эти книги и популярность этих книг, аль-хамдилля, не теряется. Если мы говорим имам Мухайдин Абу, то есть это 40 хадисов имам Мухайдин Абу, так ведь? Это сады праведных, то есть практически, наверное, на земле очень мало мечети, где бы на полочках не лежали его книги. И вот один из его книг, это книга Аль-Адкар, поминание Аллаха называется. Поминание Аллаха я сначала посмотрел на арабском, потом на русском. Ну, вот даже перевод он получился около, сколько, 800 страниц. То есть это один из его трудов. И вот здесь есть такая тема, книга о чтении Кур'ана. Книга о чтении Кур'ана. И вот здесь ученый имам Мухайдин Абу говорит, пишет, знай, что чтение Кур'ана, чтение, которое требует размышления, является наилучшим видом поминания. То есть зикра. Книга о зикрах, так ведь? И на самом деле, если взять зикры, которые использовал наш пророк, салюлла алейху салям, утром, вечером, в зависимости от обстоятельств, от мест, от того, чем он занимался. То есть выходим из дома, заходим, туалет заходим, выходим, так ведь? С кем-то встречаемся, кто-то там чихнул, сказал, аль-хамду рилля, кто-то это услышал, сказал, я архаму каллаху, а он уже возвращает. Яхди куму лаху, ай-су-у-у. Все это зикры, которые сопровождают нас по жизни и должны сопровождать, так ведь? Вот. И вот, если взять все зикры, мы должны понять одно правило. Самый лучший зикр – это книга Аллаха. Это книга Аллаха. Лучшего зикра нет. Поэтому он как раз об этом говорит, что книга, чтение Кур'ана является наилучшим видом зикр-опоминания. Читая Кур'ан, необходимо соблюдать всем известные правила приличия, то есть у чтения Кур'ана есть адепт, есть свой адепт, так ведь? И преследовать определенные цели. То есть мусульманин, читая Кур'ан, он должен ставить себе определенные цели. И шейх пишет, мною была написана небольшая книга, где я изложил важнейшие этические нормы, которых должны придерживаться чтецы Кур'ана, то есть те, кто читает Кур'ан. Основные правила чтения, а также все, что имеет к этому отношение и не может оставаться неведомым для читающего Кур'ана. В этой книге, то есть как раз Китабуль Афкар, книга-опоминания, я кратко перечислю цели, которые должно преследовать чтение Кур'ана. То есть ради чего мы должны читать Кур'ан и укажу для желающих на соответствующие источники своих выводов, то есть откуда он это взял, какие хадисы, чьи слова, с какой книги, да? А помощь оказывает нам лишь один Аллах. И вот имам Новау пишет, Коран следует читать неуклонно, то есть практически мусульманин за весь период своей жизни до встречи с ангелом смерти он должен заниматься чтением Кур'ана. Потому что это есть один из величайших видов поклонения, это самый великий вид зикра, так ведь? И он должен читать Кур'ан и ночью, и днем. Он должен читать Кур'ан, если он находится в пути, то есть будучи мусафиром и оставаясь на своем месте, то есть мукимом, будучи мукимом. Неважно, то есть то, что ты мусафир, это не снимает с тебя долг читать, изучать книгу Аллаха. И каждый из наших праведных предшественников, вот наши предшественники, это как раз в первую очередь это саляфу салях, то есть это сподвижники, дальше идут табирыны, и дальше и дальше наши ученые. И вот он говорит, каждый из наших предшественников, праведных, да будет доволен имя Аллах, сам определял для себя время, срок, течение которого он обычно смог прочитать, смог бы прочитать Кур'ан полностью. То есть здесь сейчас он будет говорить о таком виде чтения Кур'ана, который называется последовательное. То есть не просто ты взял, а, какую-то суру, я сейчас пойду изучу, катапсир почитаю. Нет, когда вот они начинали с сурат уль-фатиха и завершали чтением суры фаляк и нас, то есть до конца, до конца. И вот он говорит, что каждый из этих предшественников, они сами определяли для себя срок, за какое время он в жизни должен прочитывать Книгу Аллаха полностью. Одни делали это за два месяца. То есть получается, мы сейчас не говорим про Рамадан, мы говорим про жизнь праведных предшественников. То есть были праведные предшественники, которые перечитывали полностью Кур'ан один раз за два месяца. То есть получается, в год они сколько раз читали Кур'ан? Шесть раз. В год они читали Кур'ан. То есть это он начал сейчас с минимума. И вот давайте мы сразу себя поищем там. Кто из нас умудряется, по милости Аллаха, в год шесть раз прочитывать Кур'ан полностью? Так ведь, здесь речь не идет про Рамадан. Так ведь, дальше другие, они делали это за месяц. Получается, в течение всей жизни они прочитывали Книгу Аллаха за месяц. То есть каждый месяц они один раз прочитывали полностью Книгу Аллаха. Третьи праведные предшественники прочитывали Кур'ан за десять дней. То есть каждые десять дней они делали хатам. Они делали хатам. То есть в месяц они читали Книгу Аллаха по три раза. Каждые десять дней, да. По три раза. Четвертая группа перечитывала Кур'ан за восемь дней. Пятая группа перечитывала Кур'ан за неделю. То есть получается, каждую неделю они делали хатам. И я еще раз повторяю, здесь речь не идет о месяце Рамадан. Они всю жизнь этим занимались. Так ведь? Многие праведные предшественники, имам Новый говорит, прочитывали Кур'ан иногда за сутки. То есть вот за один день он мог сесть и почитать Кур'ан. Полностью прочитать. От суры Аль-Фатиха до Фаляк-Инна. Вот чем глубже, тем чувствуете горизонт куда-то уходит, да. Или мы куда-то уходим. То есть это наши праведные предшественники. Идем дальше. Некоторые праведные предшественники два раза в день могли прочитать Кур'ан. То есть он мог прочитать книгу Аллаха два раза в день. Утром один раз и вечером один раз. Некоторые предшественники, мы знаем, могли прочитать три раза в день. А были и такие, только вы меня, пожалуйста, не задавайте вопрос, как это они делали. Ивам Иль-Навава говорит, были такие, которые в день 8 раз перечитывали Пуран. 8 раз. Просто кто-то вот, не знаю, во время их пикафа, может быть, во время отпуска, может быть, когда в больнице лежал, может быть, я не знаю. Вот кто-то, если пытался прочитать максимальное количество страниц, вот вы сейчас подумайте, сколько времени это отнимает, сколько сил отнимает, сколько энергии. И вот были такие предшественники, которые за сутки могли прочитать книгу Аллаха 8 раз. Я еще раз говорю, только не задавайте мне вопрос, как они это делают. То есть, это баракет Аллаха, это их любовь к Курану, это их стремление к Курану, к книге Аллаха, да, 8 раз, это как можно. И они делали это 4 раза ночью и 4 раза днем. Одним из тех, кто прочитывал книгу Аллаха по 4 раза ночью и по 4 раза днем, являлся почтенный Ибн Аль-Катиб. Вот он уже идет, приводит имена. И я не слышал, чтобы за такой срок кто-нибудь еще мог прочитать книгу Аллаха. То есть, имам Ан-Навауэй, он изучал чечецов Курана. И я, говорит, нигде не нашел, чтобы кто-то смог перечитывать Куран так много, как делал этот наш праведный предшественник. То есть, он нашел максимальное количество. 4 раза за ночь, 4 раза за день. 8 раз перечитывал книгу Аллаха. И давайте сейчас быстро-быстро так посмотрим. Вот то, что мы с вами вчера пришли, и за Абдул-Вали Хазратом мы с вами стояли. Кто-то устал, кто-то так на правую, кто-то на левую, да, ногу вставал, да. Вот в течение там сколько, полутора часов мы с вами прочитали. Какую часть Курана? Одну? Одну тридцатую часть. Одну тридцатую часть мы прочитали. И, иншаллах, если мы целый месяц будем приходить и будем стоять за имамом и слушать, как он будет читать, мы хатом сделаем. Мы прочитаем весь Куран. Конечно, мы этим не должны ограничиваться. Параллельно мы еще даже сами должны читать. Но я хочу объяснить вам масштаб, объем. То есть, то, что мы с вами, иншаллах, будем слушать, стоя за имамом, за Корием, целый месяц, вот они это делали восемь раз в день. То есть, над книгой Аллаха. Четыре раза он прочитывал весь Куран. Ночью и четыре раза днем. Почтенный Ахмад от Даураки сообщает, что Мансур ибн Зазан, да помилует его Аллах, относившийся к числу тех последователей, которые с особым усердием занимались делами поклонения, то есть он был Абидом, да, Мансур ибн Зазан. Во время Рамадана прочитывал Куран между полуденной и послеполуденной молитвами. То есть, после Зухра в Рамадан он начинал читать Куран и до Асра он уже перечитывал Куран полностью. То есть, это почему я все это говорю? Вот сейчас как раз мы с вами начали читать Куран, да. Вчера мы уже должны были один дюс закончить, сегодня второй дюс, потому что имам уже второй дюс читает, так ведь? Уже ночью мы должны третий дюс начать. Если мы с вами только один дюс прочитали, все, мы уже опаздываем с вами. И кто-то, каждый из нас, кто поставил тебе цель прочитать Куран, он определяет срок, время. Согласно его распорядку, да, кто-то утром, кто-то после Зухра, да. Вот кто-то, может быть, сегодня после Зухра прочитал целый дюс, так ведь? Или два. Вот. Мансур ибн Зазан садился после Зухра и до Асра он перечитывал весь Куран в Рамадан. Каждый день, да. И после полуденной, и делал это еще раз между закатной и ночной молитвами. То есть, один раз он перечитывал полностью Куран после Зухра, начиная до Асра, а второй раз между Магрибом и Айша. Он еще успевал ифтар сделать, так ведь? То есть, они же тоже постились. Вот. Поэтому, таким образом, во время Рамадана он ежедневно читал Куран два или более раз, иногда откладывая вечернюю молитву до тех пор, пока не проходила четверть ночи. Абу Дауд приводит сообщение, Абу Дауд приводит ревая, в котором упоминается, что во время Рамадана имам Муджахид, это Табигин, величайший имам Тафсира, обычно прочитывал весь Куран между Магрибом и Айша. Что же касается людей, которые прочитывали весь Куран во время совершения одного ракагата намаза? Давайте я еще раз повторю. Что же касается, имам Ан-Науэл и говорит, что же касается тех людей, которые умудрялись прочитать весь Куран за первый ракагат намаза? То это были следующие, Усман Ибн Гафан, Усман Ибн Гафан, третий халиф, когда вставал на намаз, на первом ракагате полностью прочитывал весь Куран. То, что мы с вами сейчас целый месяц будем заниматься, иншаллах. Он за один ракагат прочитывал, да? Усман Ибн Гафан. Это Тамим Ад-Дари и Саид Ибн Джубейр. Саид Ибн Джубейр, вот они могли, они прочитывали весь Куран, начиная с суры Фатиха до Фалякнаст, за первый ракагат намаза. На первом ракагате намаза. Это были, вот это были самые лучшие, самые лучшие члены этой уммы, уммы пророка Мухаммада, уммы Курана. И вот каждый пускай поищет себя среди них. Так ведь? Конечно, мы как они не сможем быть, но чем мы ближе будем идти к ним, тем мы станем лучше, иншаллах. Вакат крадыма? Субханакаллахума бихамдих, шадва ла иллахи, ла всталфи руку, а тубы, ла ик.